Работает штат, административный аппарат, в котором вы, Лид Ивановна, занимаетесь вопросами экономики и бюджета. Поэтому давайте обсудим итоги бюджетного года 2022. Начнем, наверное, с доходов. Как мы вообще заработали, сколько денег поступило в нашу громаду? Пожалуйста, характеризуйте. Ну, в первую очередь, добрый день всем. Рада сегодня дать такое интервью для того, чтобы с первых уст наши жители громады услышали про ту деятельность, которая нами осуществлялась на протяжении 2022 года. Все мы знаем, что 2022 год для нас был очень сложным. В стране из-за российской агрессии объявлено военное положение. Мало того, для нас главной отраслью является сельское хозяйство. Но из-за того, что недостаточно было осадков, естественно, наши сельхозпредприятия пострадали немножко в недополучении урожая. По сравнению с прошлым годом урожай на среднем по громаде на 40% меньше. Это и повлияло, естественно, и на получение доходов в наш бюджет. Но в целом могу сказать так, что плановые показатели по бюджету в целом по громаде достигли уровня прошлого года и даже на 5 миллионов больше. Но недовыполнен план на 15 миллионов гривен. Я считаю, что это в основном по уважительной причине и из-за сложившейся ситуации в громаде, о чем я сказала выше. Что касается доходной части, как вы, Виктор Викторович, задали вопрос, значит, доходная часть нашего бюджета делится на две части. Это те доходы, которые поступают от наших налогоплательщиков, от наших жителей. А вторая часть доходов – это те доходы, которые поступают нам с государственного бюджета. И если есть такие виды надходжений, так это еще и от областного бюджета. Но в целом в 2022 году собственных доходов поступило 129 миллионов. Основной долей поступления является подоходный налог от заработной платы, подоходный налог от арендной платы за паи, те, которые арендует наше сельхозпредприятие. Естественно, это арендная плата земли, и это земельный налог земельных участков. И есть такой вид поступления, который называется единый налог. Но этот вид налога платят наши юридические лица, наши предприниматели. И сельхозпредприятия платят единый налог четвертой группы. Это за все земельные участки, которые находятся у них в обработке. Вот это основные виды налогов, которые поступают в наш бюджет. Хочу сказать о цифрах, которые характеризуют эти виды поступления, чтобы вам было более-менее понятно, из чего складывается наш бюджет. Значит, по налогам, поступившим от заработной платы, от арендной платы, за 22-й год объем составил 61 миллион. Это основной вид поступления, который отражается в нашем бюджете. Второй вид налога – это земельный налог с юридических и физических лиц. Это 23 миллиона, и арендная плата с физических и юридических лиц – 18 миллионов. И об едином налоге, о котором я говорила, платят наши и предприниматели, и сельхозпроизводители. Объем поступления в 2022 году составил 22 миллиона. Это основные налоги, которые поступают от наших налогоплательщиков. Вторая часть, о котором я говорила, – это денежные средства или поступления, которые идут с государственного бюджета. С государственного бюджета основной вид поступления в наш бюджет составляет осветняя субвенция. Вы знаете уже, что эта субвенция идет в основном на заработную плату педагогическому персоналу во всех наших школах. И вот такая сумма в 2022 году составила 58,5 миллионов. И вторая сумма, которая поступает с государственного бюджета, – это называется базовой дотацией. Этой дотацией в 2022 году было в размере 21 миллиона. Базовая дотация выплачивается государством каждой громаде из расчета от количества жителей? Базовая дотация считается на государственном уровне Министерством финансов. Для нее есть специальная постанова Кабинету министров, где дана формула расчета. И основным показателем для определения объема этой дотации является поступление в ту или иную громаду объема подоходного налога, то есть податков из дохода физических оси. Поэтому эта сумма для каждой громады рассчитана отдельно, из конкретных показателей для каждой громады. Поэтому на 2022 год было определено для нашей громады 21 миллион 88 тысяч, и они поступили в полном объеме. То есть можно сказать, что чем лучше мы работаем с подоходным налогом, чем больше наши люди его вносят в бюджет, платят, тем меньше будет эта базовая дотация, так? Ну в целом да, потому что этот показатель является основным критерием для того, чтобы посчитать объем дотации. Но учитывая, что мы как орган власти на местах должны соблюдать все нормы закона, и понятно, все те, которые должны платить по закону тот или иной вид налога, мы должны обеспечивать, работать совместно с другими контролирующими органами, с податковой службой, с областными структурами, с районными структурами. Поэтому проводим все вместе вот такую вот работу по обеспечению поступлений в бюджет. Потому что все то, что организовывается, делается, содержится в громаде, в основном обеспечивается вот за счет собственных доходов и оплачивается нашими налогоплательщиками. Кстати, хочу сказать, что мы благодарны всем тем, кто работает на нашей территории, на нашей громаде, всем тем, кто работает официально, кто создает рабочие места, кто людей официально оформляет, удерживает налоги, перечисляет своевременно в бюджет. Это позволяет нам работать без каких-либо проблем. И действительно, на протяжении 22-го года мы не допустили ни разу задолженности по заработной плате. Все те люди, которые у нас работают официально, это и школы, и садики, и заклады культуры, и учреждения здравоохранения, и спортивные у нас есть, школа. Одним словом, все те, которые обеспечиваются за счет нашего местного бюджета, все люди получали заработную плату, несмотря на то, и самое главное, без задолженности, несмотря на то, что действительно 22-й год был очень и очень сложным. Как вот в целом для страны, так и для наших налогоплательщиков, и для наших даже и людей. Так скажем, мы считаем, что есть еще над чем работать в этом направлении. Это подоходный налог с арендной платы с паёв. Если в прошлом году у нас сложилась средняя арендная плата из расчета 8% от денежной оценки земли в этом году, 4,3%. Конечно, есть, которые платили этот вид налога из расчета и 8, и 10%, но есть те, которые платили из расчета 3%. Поэтому есть над чем работать со своей стороны, как орган на места власти. Ну, с доходами нам все понятно. Значительная часть собственных доходов и субвенций, их нужно было правильно, скажем так, потратить на протяжении года. Могли бы Вы рассказать о расходной части бюджета с точки зрения самых больших распорядителей, которые занимают в финансировании самую, скажем так, большую часть в бюджете? Да, могу, конечно, потому что это основная наша деятельность. Все наши полномочия реализовываются через финансирование всех учреждений, которые, согласно закону, должны финансироваться с местных бюджетов. Итак, на территории нашей громады расположено 15 школ, 15 садиков, у нас есть 3 амбулатории, 11 фапов, у нас также есть учреждения культуры в каждом населенном пункте, есть клуб или дом культуры, у нас есть и функционирует спортивная школа. У нас работает и продолжает работать наша музыкальная школа для детей, также есть такое социальное учреждение, где находятся наши люди, которые по тем или иным причинам требуют такой вот уход в такое тяжелое время, в которое, так скажем, они оказались. Это наш дом престарелых, мы так его называем. Поэтому все те доходы, которые поступили в наш бюджет, естественно, распределены по всем этим учреждениям. Решение по распределению этих денег было принято на сессии, там, где депутаты досконально рассматривают все эти наши проекты, предложенные. Финансовое управление готовит эти проекты, объясняем, разъясняем, в чем заключается та или иная сумма, направленная на содержание наших учреждений. И так вот, хочу так общими цифрами назвать, что самая такая большая доля расходов, естественно, у нас идет на покрытие расходов по учреждениям образования, вместе с той субвенцией, которую мы получаем от государственного бюджета, вот в 2022 году составила 122,7 миллиона гривен. Дальше, что касается здравоохранения, с местного бюджета направлено 14,4 миллиона гривен. По нашему территориальному центру, там, дом престарелых, 4,4 миллиона гривен. По нашему спортивному учреждению расходы составили 3 миллиона гривен в 2022 году. И по аппарату управления, там, где финансируются все страстинские наши округа, где финансируются все наши структурные подразделения, все отделы и управление, общая сумма составила 26 миллионов гривен. И расходы на благоустройство по нашей громаде в 2022 году составили 10 миллионов гривен. Это все расходы, которые направлены на содержание наших людей, которые закреплены в каждом населенном пункте для выполнения работ, связанных с похозяйственной частью. Косим траву в течение года, наводим порядок в местах общего нахождения людей, парковые зоны, тротуары, возле наших учреждений, домов культуры, клубов и так далее. То есть эти люди имеют достаточно хорошую нагрузку на протяжении года, и в зимний период снег чистим, поэтому они очень-очень у нас заняты. И мы поэтому предусмотрели, чтобы эти люди были в каждом селе, чтобы староста мог организовывать эту работу, потому что чистота и порядок для нас это тоже важно. Также в этой статье расходов входит и уличное освещение, но учитывая, что в этом году есть немножко ограничения в подаче света, электроэнергии, поэтому эти расходы в 2022 году не настолько были значительными. Елена Ивановна, а сколько, давайте назовем число этих работников по благоустройству во всей громаде, сколько их всего набирается? Ну их больше, чем 60 человек. Для того, чтобы эту работу проводить, и это по нормам, мало того, эти люди утверждены в структуре нашей, депутатским корпусом, и согласована каждая единица. А тогда скажите, сколько у нас работает людей в аппарате управления? Ну, я имею в виду всех специалистов, которые обеспечивают работу всех организаций, в том числе вот сам поселковый совет, его работники, земельное дело и так далее. Сколько у нас их всего набирается? Ну, в аппарате вместе со всеми отделами около ста человек. Около ста человек. Ну вот я хотел задать отдельный вопрос. Получается, люди, которые... Об этом говорил на одной из сессий один из депутатов нашего поселкового совета. И вы, отвечая на вопрос, мы говорили в том, что есть экономия бюджета, как раз за счет того, что часть наших работников, мужчин, была мобилизована. И это действительно так? Есть экономия реальная за счет их зарплат? Ну, есть экономия. В 2022 году действительно осталась экономия этих средств. Во-первых, в связи с тем, что на момент мобилизации до июля месяца за ними по закону сохранялся закон заработной платы. Поэтому до этого периода времени большой экономии не было. Мы им продолжали платить заработную плату. А вот с июля месяца за ними осталось только льгота в качестве сохранения рабочего места. Поэтому в целом по аппарату около миллиона двести была экономия за счет вот этих были мобилизованы. Работу мы старались вести всем тем коллективам, который остался на своих рабочих местах. Хочу сказать, что все люди остались, все работали, каждый занимал свою должность, выполнял свои полномочия, согласно нашим посадовым инструкциям. Поэтому осуществляли деятельность во всех направлениях. Ну вот это основные статьи затрат, которые были в нашем бюджете. Что касается вот расходов по развитию громады, по капитальным расходам. Ну в целом, учитывая, что была принята постанова Кабинета министров, которая определяла приоритетность прохождения платежей. И в 22-м году больших капитальных расходов с бюджета не было осуществлено. Поэтому мы старались осуществить все то самое-самое необходимое. Это было связано с укрытиями при школах. Вот в Березиновых проводили эти работы. Это было связано с тем, чтобы приобрести какую-то технику. По крайней мере, для благоустройства, опять же, это не такие большие расходы. Но то, что прошло через, или согласно этой постанове Кабинета министров, только то. Единственное, еще могу сказать, что касается капитальных расходов. Нам была выделена субвенция с государственного бюджета на завершение капитального ремонта по детскому саду в Березино. За это время была проведена работа в районе 3 миллионов гривен. Эта работа была проплачена. А дальше были ограничения, поэтому работы не проводились. Но, к счастью, из государственного бюджета деньги поступили, но не возвратились назад, в связи с тем, что они не были освоены. Они нам остались для того, чтобы мы продолжили работу на 2023 год. Сейчас мы проводим соответствующее мероприятие, связанное с тем, чтобы согласно закону провели процедуру тендера и продолжили ремонтировать это здание. Потому что в Березинском, Старостинском округе действительно есть дети до 6 лет, и их немало, до 200 человек. Нам надо обеспечить, так скажем, наличие детского садика в этом населенном пункте. У нас в рамках, так скажем, в направлении культуры функционируют дома культуры, функционируют библиотеки, функционирует музыкальная школа. И все мероприятия, которые проводятся в громаде, они финансируются за счет программы развитка культуры. Итак, на содержание библиотечной системы было израсходовано с нашего бюджета 2,8 миллиона. На содержание наших домов культуры, клубов было израсходовано 9,2 миллиона. На содержание музыкальной школы 1,2 миллиона гривен. И на все программы, которые финансировались за счет культуры, в 2022 году 176 тысяч гривен. Вот это все, что касалось наших учреждений культуры. Елена Ивановна, я знаю, что почти все бюджетные расходы у нас расписаны по специальным программам. Программы здравоохранения, развития культуры, спорта и так далее. Учитывая все-таки, что год был и продолжается война, все ли программы у нас работают? Идет ли финансирование именно по программам? Или нам пришлось от чего-то отказываться, что-то закрывать и так далее? Поняла я Ваш вопрос. По этому вопросу хочу отметить следующее. Что на протяжении года мы старались все программы финансировать в пределах того, во-первых, финансового ресурса, который у нас был. Но все равно на процентов 20-30 не были профинансированы все программы в связи с тем, что в первую очередь не были проведены все мероприятия, которые были запланированы из-за работы в таком режиме. А во-вторых, действительно, как я уже и подчеркнула, что недопоступило определенное количество средств в бюджете. Поэтому в первую очередь нами было обращено внимание на то, чтобы все люди сохраняли свои рабочие места, чтобы все люди получали заработную плату, чтобы все люди чувствовали себя уверенно. А вот с программами пришлось чуть-чуть сократиться. Поэтому на 20-30% почти по каждой программе, естественно, объем финансирования был уменьшен. Вы сказали, что ни один человек не потерял свою работу в этом году? Да, ни один человек не потерял работу, ни одно учреждение не сократили. Единственное, что нами было предпринято, наши учреждения дошкольных закладов были временно приостановлены и отправлены. Люди, где на простой, где за свой счет, кто это. Но это было, так скажем, отрегулировано, согласовано, с пониманием люди отнеслись. И педагогический персонал тоже самое. Был у них период ухода на один месяц, по-моему, на простой. Но в целом все равно нам удалось сохранить, что касается заработной платы, объема. А вот таких значительных расходов, неважных, нами были сокращены, так скажем, для того, чтобы выйти из такой ситуации. И еще в расходной части хочу отметить один момент, что в поселковом совете на постоянной основе работает комиссия по оказанию материальной помощи людям, которые требуют лечения, которые оказались в сложных ситуациях. Поэтому эта комиссия заседала на протяжении года 17 раз. Все те заявления, которые нам поступили, были рассмотрены. Их в 2022 году поступило 583 заявления. И с бюджета было направлено, с нашего бюджета, 2,5 миллиона гривен. Ни одно заявление фактически не было отклонено. Были такие случаи, когда, может быть, не в полном пакете поступили документы. Естественно, им было сообщено, люди доносили, люди отправляли. И каждый человек, кто обратился, не остался без внимания со стороны нас, громады, руководства и так далее. И еще хочу сказать про один источник, который помогал нам решать эти вопросы. Это областной бюджет. Нами было подготовлено 39 пакетов документов на областной уровень. Там тоже функционирует такая программа по оказанию помощи людям, которые в этом нуждаются. И люди, вот эти 39 человек, получили с областного бюджета 540 тысяч гривен. Это тоже помогло нашим людям немножко подправить свое семейное положение, это раз, финансовое. А во-вторых, решить те или другие вопросы, на которые было, так скажем, написано заявление. То же самое лечение, но в основном, хочу сказать, что это было лечение. Помогали людям, тем, кто операции делал, кому надо было какую-то реабилитацию и так далее. Получается, с помощью из области у нас более 2,5 миллионов выплачено материальной помощи. 3 миллиона выплачено нашим людям материальной помощи. И это намного больше, чем в 2021 году. Да, это на 2021 году, хочу сказать, что это больше на 635 тысяч по отношению к нашему бюджету. А в 2021 году у нас с областного бюджета не было таких заявлений, мы не отправляли. Вот в 2022 году мы отправили 39 заявлений для того, чтобы людям помочь из этого источника. Уважаемые жители громады, и в завершение нашего интервью, вот хочу отметить, что мы живем в 2023 году уже. Желаю всем здоровья, плодотворной работы. Мы, как органы власти, на своем месте. Вы, уважаемые жители, каждый на своем месте. Движемся вперед, делаем все возможное, чтобы победа как можно быстрее наступила, наступил мир. И каждый из нас мог планировать свое будущее, жить и радоваться жизни. Спасибо большое. И вам спасибо, Ленова.